Главное политическое событие недели выборы депутатов местных советов. День Икс, воскресенье и сегодня в главном эфире вся последняя информация с избирательных участков, а также целый ряд интервью с людьми, которые к этим выборам имеют непосредственное отношение. Главная суть этих выборов. Хочешь, чтобы в твоем городе и районе все вопросы решались быстро и эффективно, выбирай того, кто способен это сделать. Любая избирательная кампания окутана большим количеством статистики, цифры, данных, не обошла занятная нумерология и выборы в местные советы депутатов. Итак, 18 февраля 2018 года белорусы выбирали 18 тысяч депутатов сроком на 4 года. А здесь уже подключается и геометрия. Народные избранники сформируют 1309 советов. Такой треугольник и верхушка областные и Минские городской советы. Их 7. Середина районные города областного подчинения. Основания поселковые и сельские советы. Они фундамент, а значит их большинство. 1174. Почти 7 миллионов белорусов отдавали голоса за одного кандидата в депутаты от своего округа. И выбирать было из кого. Свыше 22 тысяч фамилий и портретов на агитплакатах. Причем половина совершенно новые лица. Более того, каждый второй соискатель мандата – женщина. А каждый 20-й моложе 30 лет. Вдобавок почти все кандидаты поистине народные. Подавляющее большинство собирали подписи своими силами. Совершенно иначе сложилась и агитационная кампания. Она стала куда динамичнее, красочнее, значит привлекательнее для белорусов. Во многом этому способствовало профессиональное разнообразие кандидатов. По количеству вдвиженцев лидируют светлые умы. Почти 7 тысяч ученых, докторов и учителей. Следом золотые руки нации, промышленники и аграрии. Немногим меньше на 200 человек. А вот госслужащик заметно поубавилось за место в созыве. Номер 28 соревновались около 2,5 тысяч. Поддержки со своими идеями у населения искали пенсионеры. Здесь интересный момент. Такие кандидаты по количеству почти догнали партийных выдвиженцев. Разница в 200 человек. Готовы взять на себя общественную нагрузку и неработающие. Что ж, предвыборный ландшафт Беларуси 2018 равнинным уж точно не назовешь. На любой вкус и взгляд. А окончательный пейзаж местных советов на ближайшие 4 года узнаем совсем скоро. В Центрозбиркоме идет активный подсчет голосов.